На крытом рынке к витрине с салом покупатели подходят с опаской и долго выбирают. Цены кусаются. Копченую корейку с большим количеством мяса приобретают редко. Больше берут корейку с чесноком с равным количеством сала и мяса. Но и стоит она 400 рублей за килограмм. Обычное белое сало сухого посола меньше чем за 350 рублей за килограмм не купишь. Соленую или копченую грудинку продают здесь не меньше чем за 340 рублей за килограмм. Спросом пользуются только домашнее сало. Любят молодежь у нас вот такую рассольную беконочку. Ну, это чисто молодежь любит ее. Нужно подмораживать. А так в основном у нас идет только домашнее сало. Сухой посол. Очень вкусное. Кстати, только у нас вот здесь такое можно купить. На центральном рынке тоже есть. Любят больше даже вот такое беленькое сальце. Оно самое полезное, кстати. Вот это, как у нас считается, старинное сало. Свиное сало состоит в основном из насыщенных жирных кислот. В этом его главное содержание и ценность. Сейчас это покажется странным, но в древности и даже в античные времена сало в пищу не употребляли. Первое упоминание сала как еды относится к 7 веку нашей эры в описании трапезы хазарского хана. Это очень хороший энергетический, энергетически емкий продукт. Этот продукт нужен тем людям, которые работают физически. То есть это наши шофера, шахтеры, землевладельцы, те, кто работают каменщиками, да, те люди, которые работают ненормированный рабочий день. Может быть, это экспедиции какие-то, когда у нас нет холодильника, не можем мы с вами обеспечить качественный прием других продуктов, которые будут требовать хранения. Потому что соленое сало, особенно если оно правильно упаковано, это или фольга, или целлофан, или правильная холщовая бумага, то, конечно, это сало можно хранить долго. По-словацки сало произносится как садло, от слова садиться, то есть то, что садится на мясо. Такая вот неожиданная этимология. Сало в раннем средневековье было элитным продуктом. Оно подавалось на перах варварских вождей, франкских королей и византийских императоров. Постепенно этот продукт распространился по всей Европе. В Англии это бекон, в Германии – шпик, который готовят с перцами и с различными травами. Сало противопоказано больным, перенесшим инфаркт или инсульт. Оно образует бляшки на кровеносных сосудах. Но плюсов в употреблении сала гораздо больше, чем минусов. Он оказывает хорошее желчегонное действие. То есть он стимулирует выработку желчи, желудочного сока. И в небольшом количестве сало за 15-20 минут до приема основного блюда очень даже показано. Вот у нас есть кафе, рестораны, в которых подают так называемую закуску. И даже она бывает как бы как добавка к вашему основному заказу. Допустим, вот если вы заказываете борщ, вам к этому борщу подают мелко нарезанное сало, черный хлеб и ложечку сметаны. В Воронежской области за 8 месяцев этого года производство свинины выросло на треть. Однако цены на сало держатся на высоком уровне. Более того, ожидается очередное подорожание. Многие покупают сырое сало и солят его на дому. Однако сейчас выгоды в этом практически нет. Хорошее толстослойное белое сырое сало стоит 250 рублей за килограмм. В то же время в некоторых ларьках Воронежа копченую щековину из боброва можно купить по 175 рублей за килограмм. Такие вот парадоксы рынка. Цены напрягают, извините, немножечко. Можно было подешевле. А так домашнее сало соленое, просто соленое. Такого сухого посола. Я всегда беру у них. В магазине давно, честно сказать, не покупали. И либо покупаем производство, которое в магазинах идет упакованное. Сало резко выросло в цене еще и потому, что в отличие от колбасы, его невозможно или очень трудно напичкать добавками, соей и другими наполнителями. Но голь на выдумку хитра. Украинские ученые из сельскохозяйственного института города Сумы изготовили салозаменитель из желатина и животных жиров. Это выглядит прямо-таки издевательством над символом украинской нации. Ведь сало, оно и есть сало. Игорь Захарченко, Валерий Бобкин, 41 канал. Валерий Бобкин, 41 канал.